МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развитие агропромышленного сектора, увеличение производственных мощностей и приобретение нового вертолета Ми-8 и эффективная система контроля за детским отдыхом. Эти и другие немаловажные темы обсудил глава региона с руководителями окружных предприятий и своими профильными заместителями. Помимо прочего, губернатору представили отчеты о проделанной работе за 2015 год. Доложили Игорю Кошину также о планах на ближайшее будущее. Особое внимание было уделено заработным платам. Несмотря на экономические сложности, доходы рабочего класса хоть и незначительно, но все же увеличиваются. Рабочие встречи с теми или иными чиновниками глава региона проводят регулярно. Однако руководители предприятий Игорь Кошин свой кабинет еще и в присутствии СМИ вызывает нечасто. Сегодня как раз исключение. Первый с докладом выступил генеральный директор Наринмарского авиаотряда. Валерий Остапчук рассказал о социально-экономической ситуации на предприятии и поделился успехами 2015 года. К слову, он стал одним из самых ударных для окружных авиаторов. В первую очередь с финансовой точки зрения. Впервые за много лет были приобретены новые воздушные суда. Два самолета ТВС-2МС. Это модернизированные Ан-2 и вертолет Ми-8. В столицу региона его доставят уже в сентябре. Что касается перевозок, то здесь показатели не иначе как впечатляющие. В прошлом году услугами авиаотряда воспользовались порядка 87 тысяч пассажиров. И это только по местным линиям. Почти 63 тысячи вахтовики, работники нефтяной отрасли. Они-то и приносят основные доходы предприятию. Главный заказчик перелетов на месторождение – компания «Лукойл». Между тем, Валерий Остапчук рассказал главе региона о том, как продолжается реконструкция основного здания аэропорта. Расширяется так называемая «стерильная зона». Зал ожидания увеличится почти на треть. Все работы планируют завершить уже к 15 августа. Игорь Кожин поинтересовался уровнем зарплат сотрудников авиапредприятия. За последние пять лет она выросла на 43%. То есть, средняя зарплата на сегодня составляет 77,4 тысячи рублей. Обусловлено, на первую очередь, увеличением окладов. Наибольший рост уровня заработной платы в 2015 году составил 13% у работников службы авиационно-технической базы. Наибольший у административно-управленческого персонала – всего лишь 4%. При этом самые большие зарплаты сейчас получает летный состав. В среднем доход одного составляет 160 тысяч рублей в месяц. Меньше платить нельзя, пояснил Валерий Остапчук. Пилоты могут идти конкурентам, например, нефтяникам, что уже в принципе случалось. Мне за последние два года удалось вернуть пять наших командиров, которые уходили в компании «Газпромавия», предоставлять служебные квартиры для того, чтобы они вернулись. Что касается жилья, то в этом году у объединенного авиатряда появится собственный гостиничный комплекс. Его строительством занимается Наринмар «Стройинвест». Цена контракта порядка 100 миллионов рублей. Объект возводят на деньги авиаторов. Доклад Валерия Остапчука глава региона принял и пожелал предприятию дальнейшего процветания. Следующую рабочую встречу Игорь Кошин провел с руководителем Ненецкой АПК Анатолием Чудочиным. В прошлом году аграрии установили рекорд. За 12 месяцев от одной дойной коровы в среднем удалось получить 5223 литра молока. Однако, чтобы показатели повышались и дальше, необходимо расширять саму ферму, заявил директор компании. Новые помещения будут, заверил глава региона. Впрочем, сейчас задача номер один построить телятник в селе Тельвиска. Рассказал Анатолий Чудочин и о том, как идет реконструкция фермы Воксина. Ее Ненецкая АПК получила в собственность только в прошлом году. При присоединении там паслось всего 37 коров. Сейчас уже 64. К концу года планируют увеличить поголовье до 80 буренок. Мы планировали в пределах тонн на локарку. На сегодня при 64 коровах мы делаем тонну 300. А будет примерно полтора? Полторы тонны мы будем доедать. Нужно здесь отметить, что Воксина уникальное отделение, хорошие люди работают. Что касается в целом производственных показателей, то благодаря новому механизму субсидирования, который власть региона ввели полтора года назад, темпы развития в последнее время стали очень хорошие. Если раньше компания считалась убыточной, то теперь только за прошлый год аграрии получили около 6 миллионов чистой прибыли. Соответственно, растет количество персонала, растут и зарплаты, доложил главе региона Анатолий Чудочин. Также он рассказал, почему Ненецкая агропромышленная компания отказалась от ресторана «Арктика», который располагался в здании Дворца культуры. Ресторан нам за три года деятельности принес агропромышленную компанию убытки 30 миллионов. Последний год 12 миллионов 600 тысяч. То есть мы должны заниматься, как вы сказали, коровами, оленями, молоком. Еще одну рабочую встречу губернатор провел с профильным заместителем Нинель Семяшкиной и уполномоченной по правам ребенка в Ненинском округе Римы Галушиной. И помимо эффективности системы контроля за детским отдыхом, стороны обсудили работу со сложными подростками и семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На днях омбудсмен вернулась из Каратайки. Там Рима Галушина проинспектировала детский пришкольный лагерь и встретилась с проблемными семьями. Нарушений нет, не выявлено. Есть частные вопросы, которые мы отрабатываем непосредственно с департаментом образования, поскольку это их вопросы. Что касается профилактики социального сиротства, посетило 11 семей в Каратайке. Надо отметить, что нигде не видел пьяных родителей. Очень здорово. С нашим количеством населения у нас должно быть посчитан и не обойденным вниманием ни один ребенок. Трудный, сложный, все понятно. У нас и климатические условия особые, и расстояния, но, слушайте, другие субъекты тоже живут в не менее простых условиях. Руководитель профильного департамента Нинель Семяшкина, в свою очередь, доложила главе региона о том, где сейчас отдыхают дети по бесплатным путевкам. Часть ребят в настоящее время находится в пансионате, что в Ивановской области. Заместитель губернатора его посетила лично и осталась довольна системой контроля за детским отдыхом. В этом году мы ввели новшество. У нас первый год организовано так, что дети отдыхают с нашими воспитателями. То есть мы провели конкурс так, что нам предоставляют помещение, организацию питания, организация досуга детей. Наши воспитатели выезжают вместе с детьми, по графику они уходят в отпуска в течение года, и выезжают вместе с детьми на летний отдых, как плановая работа. Нинель Семяшкина поделилась с главой региона еще одной приятной новостью. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты в Нарьинмаре планируют создать на базе детского дома первый в округе центр содействия семейному воспитанию. О точных сроках речи пока не идет. Олег Хатанзейский, Сергей Качегов, Телеканал Север. Губернатору также рассказали, как проходит строительство дороги Нарьинмар-Тельвиска. В ходе рейда по объектам строительства глава региона побывал на участке дороги, где началась укладка асфальта. Предварительно на участке автомобильной дороги до съезда к тепличному комбинату «Солнышко» была проведена отсыпка песчаногравийного основания. По данным компании Нарьинмар-Доримстрой, строительство участка протяженностью 340 метров должно быть завершено до 30 сентября текущего года. Ширина земляного полотна дороги составит 10 метров, а ширина проезжей части – 6 метров. В настоящий момент возникли проблемы на уже построенном ранней участке дороги. После завершения строительства по дороге был обнаружен высоковольтный кабель под напряжением, который не учтен в проекте. Об этом строители доложили главе региона в ходе рейда по строящимся объектам. Когда дошло до работы уже конкретно сейчас, вода сошла, мы ждали время, что нормально можно зайти внизу, там площадки делают, все как положено. Стали коммуникации проверять, которые у нас были на чертеже. И оказалось, что идут непонятный кабель, да еще в дороге несколько звездов. Все промолчали это. Проекты давно уже сделаны, 5 лет назад. По данным директора Наринмарда Римстроя Владимира Низьева, предприятию за счет собственных средств предстоит скрыть 14 метров дорожного полотна и уложить кабель в специальный короб, который обеспечит свободный доступ к проложенным под землей коммуникациям. Многофункциональные центры Неницкого округа смогут работать офлайн. На модернизацию программного комплекса, который позволит не прекращать работу даже в условиях отсутствия интернета, администрация региона выделила около 5 миллионов рублей. Принятые меры позволят сократить время ожидания при получении государственной услуги. Это актуально в условиях неустойчивой связи в отдаленных населенных пунктах, например, Каратайке, Устька, Решоне и Индиге. Там граждане порой вынуждены затрачивать много времени для обработки своего заявления или повторно обращаться в МФЦ. Кроме того, чуть более миллиона рублей выделено на внедрение государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. Это взаимодействие МФЦ с казначейством. То есть сейчас гражданин зачастую приходится ему приносить платежку сильную за оплаченную услугу. Сейчас этого не будет требоваться, когда доработаем системы, и любой сотрудник на МФЦ будет видеть оплаченную услугу в режиме реального времени. Это также позволит существенно улучшить обслуживание в многофункциональных центрах. 150 голов хорошо, а 200 лучше. Молочная столица Неницкого округа увеличивает мощности. Главное производственное предприятие «Коткинокооператив Сула» возводит новую ферму. 200 бюджетных мест для кадрового состава региона. Учреждения профессионального образования подводят первые итоги вступительной кампании. 23 жителя Неницкого округа приобрели новое жилье в ипотеку под 5%. Новая программа стартовала в декабре 2015 года и напирает популярность среди желающих обзавестись новым жильем. Пока приобрести квартиру по выгодным условиям можно только в одном строящемся доме. Но компания-застройщик готовит новые строительные проекты. Как и для кого работает программа 5% кредитования, смотрите следующие материали. Ипотека под 5% годовых уже не проект на бумаге, а действующая программа. Она была запущена после принятия окружного закона номер 98 ОЗ об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Неницком округе. Партнером администрации округа выступил Московский индустриальный банк. Специально для Неницкого округа финансовая организация разработала программу ипотечного кредитования. Ее условия таковы. Процентная ставка 5% годовых, первоначальный взнос не менее 20% от суммы кредита, срок от 12 до 120 месяцев, сумма заемных средств до 6 миллионов включительно. Гражданин, желающий приобрести квартиру, должен обратиться к застройщику, выбрать квартиру, определиться с ценой ее, подойти к нам в банк, к любому специалисту по обслуживанию физических лиц. Любой специалист проконсультирует, возьмет пакет документов. В пакет документов входят следующие документы. Значит, паспорт, копию паспорта мы делаем сами на месте здесь. Справка 2 НДФЛ о доходах и копия трудовой книжки. Решение банка будет известно в течение 10 дней. При положительном ответе составляется два договора. Кредитный и долевого участия в строительстве. Последний регистрируют через многофункциональный центр. Как только клиент подтверждает первоначальный взнос, банк переводит средства на счет застройщика. Дальше все как в обычной ипотеке. Заемщик вносит ежемесячные платежи банку. Финансовая организация, в свою очередь, получает субсидию от администрации округа. Перед запуском программы банк аккредитовал фирму застройщика и объект строительства. К 60-ти квартирному дому компании Печора Девелопмент претензий не нашлось. Особенность этого проекта заключается в том, что дом сконструирован из кирпича, строится из кирпича с утепленными фасадными системами. Наши подрядчики на Ренмар Стройинвест стройку ведет качественно. Все службы надзорные это отмечают. Дом строится в графике. Соответствующим образом никаких сомнений нет в том, что обязательства перед жителями Ненецкого автономного округа наша компания выполнит безусловно. В кирпичном доме по улице Токовылка будет 60 квартир. 20 однокомнатных, 20 двухкомнатных и столько же трехкомнатных. Объект возводит компания на Ренмар Стройинвест. Команда строителей, из которых половина местных жителей, справляется с суточными нормативами. Как видите, уже подходим к окончанию возведения ограждающих конструкций. Ведется кирпичная кладка стен. Соответственные перекрытия устанавливаются. Надеемся в течение полутора месяцев закончить этот этап. Далее будем кровлю, фасад, окна. То есть все внутренние работы. Строить по графику позволяет и подвозимый вовремя материал. Согласно обязательствам, компания застройщик планирует сдать объект в конце 2017 года. В селе Коткино планируют на треть увеличить стадо дойных коров. Это станет возможным после запуска новой фирмы на 200 голов. Строительство важного для поселения объекта ведет сельскохозяйственный производственный кооператив «Сула». За счет собственных средств, это порядка 300 миллионов рублей, СПК планирует возвести здание и закупить необходимое оборудование. Как отметили специалисты профильного департамента, строительство нового производственного объекта за счет собственных средств стало возможным после изменения системы субсидирования производителей молока и грамотному руководству производственным кооперативам. По информации председателя сельхозкооператива Алексея Коткина, подрядчик уже закончил заливку фундамента и приступил к установке металлоконструкции здания. Планируется, что к 1 октября нынешнего года будет возведен каркас. Вот в эксплуатацию нового производственного объекта позволит кооперативу увеличить дойное стадо со 150 до 200 голов. Сегодня в СПК «Сула» самая низкая себестоимость молока в регионе. В 2014 году общий объем субсидирования для СПК «Сула» составил около 45 миллионов рублей. В 2015-м хозяйству на производство сельхозпродукции было выплачено 86,5 миллионов рублей. Угрозы пожара пока нет. Лесной пожар в районе деревни Волоковая погасил дождь. Спасатели службы Ненинского округа подводят итоги пожарных работ. Изменившиеся в регионе погодные условия стали настоящим спасением для пожарных. Возгорание лесных массивов вблизи деревни Волоковая потушил внезапный дождь, прошедший в среду вечером. Ранее для тушения трех очагов возгорания на юго-запад округа были направлены пожарные отряды и специально оборудованные вертолеты. Итоги оперативных работ подводили на окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Одна из главных проблем, которая возникла при тушении пожара в Пёрском сельсовете – отсутствие координации между спасательными подразделениями. Спасатели, которые работали в воздухе, не смогли связаться с коллегами, работающими в лесном массиве. В результате один из водосливных ковшей чуть не слили на пожарных. Обратим внимание, высаживаем 10 человек, 5 человек из одной команды, за полярного района, другие из, я так понял, ПСС наших. То есть между ними взаимодействия нет, рации между ними нет, связи с вертолётом нет. Несмотря на отсутствие связи, спасатели работали оперативно. По предварительным данным, огонь охватил почти 6 гектаров земли. Для устранения огня на лесной массив сбросили 14 сливов воды. Для этого был задействован вертолёт Ми-8 Наринмарского авиаотряда. В тушении пожара принимали участие 14 человек – сотрудники поисково-спасательных служб Наринмара, заполярного района, округа и федерации. Угроза подхода огня к деревне Волковая была ликвидирована. Подсобил спасателям и внезапный дождь, которого не ожидали даже синоптики. Теперь его очень ждут в Наринмаре. У озера Городецкое начал гореть ивняк. Все силы спасателей направлены в сторону телевисочного сельсовета. Значит, где-то в 16 часов вылетела группа спасателей для ликвидации данного очага возгорания. Было организовано взаимодействие с органами исполнительной власти, собрана в том числе комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась в 15 часов сегодняшнего дня. Данная группа и воздушное судно снабжены водно-сливным устройством. Поэтому, я думаю, до конца сегодняшнего дня данный очаг будет ликвидирован. Спасатели напоминают, в летний сезон на территорию округа вводится противопожарный режим. В жаркие и сухие дни не рекомендуется разжигать в лесу огонь, а оставлять стекла и предметы, способствующие появлению огня. Дмитрий Марков, Антон Водряков, Телеканал «Север». В учреждениях среднего профессионального образования завершен первый поток вступительных испытаний. В рамках регионального заказа по подготовке будущих специалистов для предприятий Ненецкого округа в этом году средние профессиональные образовательные организации примут на бюджетные места 200 выпускников школ. На каждое профильное направление будет зачислено по 25 человек. По итогам первого потока Ненецкий аграрно-экономический техникум полностью набрал абитуриентов на бюджетные места научную форму обучения. 50 новоиспеченных студентов будут получать образование по специальностям технология продукции общественного питания и экономика и бухгалтерский учет. Кроме того, с нового учебного года техникум откроет группы на платной основе по направлениям «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Право и организации социального обеспечения» и «Экономика и бухгалтерский учет». По словам Галины Медведевой, количество бюджетных мест в этом году немного сократили. Это востребованность специалистов здесь, в округе, прежде всего, и от той базы, которая сегодня есть. Но надо сказать, что у нас все среднепрофессиональные образования имеют достаточно большой спектр специальностей и направлений подготовки, по которым они готовят. Так, для обеспечения округа педагогическими кадрами и финансистами, социально-гуманитарный колледж имени Ваучейского в новом учебном году примет на обучение 75 выпускников школ. Бюджетные места еще остались в группах, где будут готовить учителей физкультуры, дизайнеров по отраслям и финансистов. Ненецкое профессиональное училище также готово предоставить 75 бюджетных мест в научной форме обучения. Выпускники школ будут осваивать профессии автомеханика, мастера по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка, повара-кондитера. Кроме того, в каждом образовательном учреждении есть возможность получать дополнительные профессии. Части студенты получают внутри своей специальности обязательно по федеральным стандартам, а часть они могут, как мы говорим, купить услугу. То есть, если я хочу, я могу еще дополнительно пройти платные курсы и так далее. Для студентов они достаточно недорогие. И студенты выходят, имея диплом и плюс еще вот эти сертификаты по рабочей профессии. Ну, не устроился ты сегодня, например, экологом, но ты можешь поработать лаборантом, предположим, химического анализа. Второй поток вступительных испытаний в образовательных учреждениях начинается после 25 августа. Поэтому у ребят, которые не поступили в ВУЗы, есть возможность получать образование в регионе. Все студенты очных отделений средних профессиональных учреждений обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет средств окружного бюджета, сельские жители, общежития. Студенты, успешно проходящие обучение, традиционно получают окружные стипендии. Валентина Чибичек, Антон Водоряков, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте, адрес trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok